На базе спорткомплекса «Виктория» собрались технические гении, чтобы показать результат своей кропотливой работы. Около 199 команд, более 270 тренеров и участников представили свое творчество. Этот турнир не просто соревнование, но и возможность для каждого продемонстрировать свои навыки, креативность и страсть к инновациям. Брестский научно-технологический парк уже не первый год проводит совместно с энтузиастами робот-турнир в городе Бресте. На разных площадках этот турнир проходят. Мы этот турнир проводим ежегодно. Наша основная задача – это максимально поддержать ребят, чтобы они могли развиваться и дальше, придумывать все больше и новые, и новые трассы, придумать новые, и решать новые, новые задачи. Технопарк является одним из основных производителей трасс РТК. Одна из них здесь представлена, основная трасса, которая в Республике Беларусь сегодня есть. Это наша трасса технического технопарка нашего. Поэтому все участники молодцы, и я желаю всем побед. Сегодня робототехника все больше набирает популярность не только среди детей, но и среди родителей. Потому что каждый родитель рад видеть, как его ребенок развивается. Кто-то из ребят только решил, что тоже хочет делать таких роботов, а кто-то уже изучает основы робототехники. Это в очередной раз доказывает, что не зря проводятся такие познавательные мероприятия. Не оставил соревнования без внимания Сергей Лободинский, председатель Брестского городского исполнительного комитета. Сегодняшний Брестский кубок уже шестой раз стартует на площадке города по турниру по робототехнике. Это очень актуальная сегодня тема и набирает очень сильную, так скажем, популярность среди наших детей и родителей. Сегодня вот при поддержке Брестского областного исполнительного комитета, городского исполнительного комитета, с участием резидентов из технопарка Брестского, вы видите, какой большая палитра представлена на конкурс наших школ, предприятий, организаторов. Вы просто неравнодушны к тем, кто хочет и нравится заниматься робототехникой. Вот сегодня пройдете, увидите, это будущее. И дети это понимают. И, наверное, нам, как взрослым, в первую очередь, местным органам власти, на это надо делать большую ставку. Мы сегодня подтянули много наших школ для того, чтобы учителя информатики посмотрели, насколько сегодня развивается робототехническое направление. И, в первую очередь, максимально использовать их в нашем образовательном процессе. Поэтому мне хочется всем участникам пожелать удачи, терпения и, конечно, побед. Скажите, пожалуйста, вы сегодня не один пришли? Да, не один. У меня тоже сынуля увлекается робототехником. Мы ходим, наверное, несколько раз в неделю на курсы, да, как правильно назвать, на учебу по робототехнике. Их учат там сегодня и программировать, и работать инструментально для того, чтобы понимать, как этот предмет или объект может двигаться. Поэтому, я думаю, они нас не подведут. Что вы сегодня интересного хотите здесь увидеть, узнать? Ну, как вот можно управлять техникой, вот что-то вот такого где-то. Что можно сделать из нее, как она будет двигаться. За этот весь год на робототехнике я собирала вместе со своими друзьями робота, который мы скоро будем его испытывать. Амбициозные, юные и образованные дети поразили своими изобретениями зрителей. Они приехали из Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской и Минской областей. Хочу отметить, более 90 именно из Бреста и Брестской области. Каждый третий участник именно брещанин. И на этом мероприятии мы открываем целую серию соревнований, которые пройдет в течение всего учебного года. Соревновательный дух, мне кажется, у участников очень высокий. То есть видно стремление, желание, азарт. Потому что это все-таки соревнования, всегда хочется выиграть. Ну и в то же самое время участникам, мне кажется, мы специально привозим разноплановые соревнования, на которых они могут увидеть, что я могу расти. Как? То есть мы даже специально, у нас есть возрастные цензы, когда ребенок, если достиг определенного возраста, ему надо мягко вытолкнуть в другую категорию, чтобы он рос, другую категорию осваивал и не задерживался здесь, а постоянно получал новые знания. Новые знания, развитие мелкой моторики и мышления – все это позволяет развивать ребенка всесторонне. А для более старших ребят – информатика и физика, математика и изучение текстовых языков, программирование и логика. Это совокупность дисциплин, которые необходимы для того, чтобы собрать робота. На этом турнире участники уже знают все тонкости в разработке и создании изобретений. Но немало важна в напряженные моменты поддержка родных и тренеров. Ведь именно она поднимает дух соревнований, уверенность и мотивацию к победе. Приехал болеть за своего ребенка с Гомеля, он занимается второй год робототехникой, нравится, то есть будет продолжать ходить. Видно, что очень много молодых талантов и хочется все посмотреть. Атмосфера дружественная, первый раз на этом будем еще приходить. Для ребят, которые в ходе соревнований решили, что тоже хотят заниматься этим нелегким, но интересным делом, провели мастер-класс, где показали возможность нового учебного оборудования. Программы «Ищи и атакуй» поставила своему роботу Елена Бертель, участница соревнований, чтобы победить в схватке с соперником. А Максим Добреденев поделился, как он собрал свой технический шедевр. Это очень интересно, мне всегда нравится участвовать в соревнованиях, потому что это всегда очень весело, не знаешь, какой результат ожидать, и мне очень нравятся свои результаты. Ездит он с помощью джойстиков на блоке. Блок управляется с помощью флешки, которая вставлена в блок. Всего моторов три, и они действуют для управления роботом. Состязания были полны захватывающих моментов и неожиданных решений. Этот день для многих стал источником вдохновения и новых идей. Полина Рацевич, Дмитрий Литвинюк, Олеся Столярчук, Новости Бреста.